Привет, ребята! Добро пожаловать в «Джунрис Благодагра»! Итак, для сегодняшнего видео реакция, давайте поехать на наш любимый стран, который называется Россия. Привет и спасибо нашим русскими друзьями. Как вы все знаете? Если вы делаете хорошо и прекрасно. И название этого видео, как вы можете видеть в моем тумнеле, это работа российских специалистов в Сирии. И я также создавал это в видео с новым солдатом, который я поставлю в описании под видео, чтобы вы также можете связаться с этим видео. И если вы не знаете моего канала, то нажмите на подписку и нажмите на колокольчик, то, что вы также будете обновлены в будущем. И если вы получите комментарии и предложения относительно этого видео, потому что Новый солдат наш любимый контент, он имеет этот потрясающий и невероятный контент, который он поставил на его канала, который мы очень рады делать реакцию. И это тренировка российских специалистов. Давайте узнаем в этом видео. Итак, давайте перейдем в видео, ребята. Удачи! И я также хочу услышать видео в комментариях. Какие вы думаете с этим видео? Поехали! 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 Ооо... Ооо... Оо... В задачи спецназов САР, по мнению все той же авторитетной САРа Файнберг, входят сбор разведданных, наведение огня артиллерии и ВКС, ликвидация главарей бандформирований, проведение штурмовых операций и диверсионная деятельность. «Сирия действительно представляет собой первую территорию, на которой Россия скоординирована и широкомасштабно развернула и организовала контроль над контингентом экспедиционных сил, включая силы специальных операций и различные категории спецназа», — отмечает Файнберг в своей статье. Как пояснила эксперт, «сирийская операция позволяет оттачивать мастерство без дополнительной нагрузки на военный бюджет». Численность группировки российского спецназа в САР Файнберг оценивает в 230-250 человек. По ее словам, успешная работа в Сирии свидетельствует о возрождении российского военного искусства. О присутствии российского спецназа в Сирии впервые заявил представитель начальника штаба Центрального военного округа Александр Дворников 23 марта 2016 года. Тем не менее, российские и зарубежные эксперты уверены, что спецподразделения действовали в Сирии с самого начала операции. С 30 сентября 2015 года или даже с лета 2015 года. «Не буду скрывать, что на территории Сирии действуют и подразделения наших сил специальных операций. Они выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, решают другие специальные задачи», — сообщил тогда Дворников в интервью российской газете. Согласно официальным данным, за весь период операции в САР погибли два спецназовца-наводчика. Капитан Федор Журавлев, 9 ноября 2015 года, и старший лейтенант Александр Прохоренко, 17 марта 2016 года. Приказом президента РФ Владимира Путина, Журавлев был награжден орденом Кутузова посмертно. Прохоренко было призвоено звание Героя России также посмертно. Подвиг в Алеппо. В мае 2017 года была частично рассекречена информация о подвиге группы ССО в провинции Алеппо. 16 российских спецназовцев, занимавшихся наведением огня авиации, вступили в бой против 300 боевиков Джабхат-ан-Нусры. Группа российского спецназа из 16 человек, находясь недалеко от линии фронта, вычисляла здания, в которых засел противник, опорные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами, маршруты передвижений. Всю информацию с координатами бойцы оперативно передавали в штаб и корректировали авиаудары. С помощью авиации были уничтожены три танка, одна батарея РСЗО, самодельные пусковые установки и два склада террористов. Вспоминают сами участники операции. Стандартный был день, рутина, рассказывает Даниил. «Поступала информация о том, что в одном из районов провинции Алеппо в Сирии участились атаки боевиков Джабхан-ан-Нусра на оборонительные позиции правительственных сил», вспоминает подполковник Евгений. «Получили задачу выдвинуться в тот район, чтобы произвести разведку, выявить места скопления террористов, техники для наведения нашей авиации. Разместились, начали работать». «Продотворно, в общем, работали», продолжает Евгений. «Но в одно прекрасное утро все резко обострилось. Начался массированный обстрел наших позиций. Применялись установки град, минометы, артиллерия, танковый обстрел. Сирийские войска из-за возникшей неразберихи между подразделениями отошли». Подполковник Даниил принимает решение остаться на передовых рубежах. «Беспилотник обнаружил шахид-мобиль, двигавшийся на наши позиции», — говорит он. «Но наши опытные птурщики сработали вовремя. Заминированная машина взорвалась, не доехав до нас». Птурщики — это подгруппа спецназа, специализирующаяся на противотанковых управляемых ракетах. Ее командир, капитан Роман, поясняет сирийскую специфику работы. Чтобы было понятно, перед шахид-мобилем шел бульдозер, обшитый тремя-четыремя слоями стальных листов, между которыми засыпан песок. Попадание из РПГ-7 не наносит большого вреда такой машине. А за ним уже едет начиненная взрывчаткой машина. Как правило, это БМП-1. Заняли позицию на правом фланге. Оператор Птур Корнет с первой ракеты попал в БМП. Взрыв был такой силой, что из строя вышел даже шедший впереди бульдозер. После этого пришлось сразу менять позицию. У противника было большое количество ПТРК, в основном зарубежного производства. После наших выстрелов в течение 30-40 секунд прилетала ракета с той стороны. Пришлось побегать. За следующие полтора часа нам удалось уничтожить танк, работавший с соседней высотки по нашей группе. Надо отдать должное, товарищи там не совсем простые. На одной позиции не задерживались долго. Чтобы поразить танк, пришлось попотеть. А ближе к вечеру уничтожили еще зенитную установку Су-23 на автомобиле. Отдельное спасибо нашему комплексу Корнет, который в очередной раз показал себя с наилучшей стороны. За световой день небольшая группа российских сил спецоперации удачно отбила 4 атаки террористов. При этом, по самым скромным подсчетам, наступавших было около 300 человек. Причем это были высокоподготовленные люди, уверен подполковник Даниил. Уже после, в ходе досмотра, выяснилось, что террористы были очень хорошо экипированы. Импортная форма, камеры GoPro на головах, медицина очень дорогая. Были в том числе темнокожие наемники. В общем, по опыту, у местных сирийцев на такое средство не хватает. Да и на поле они вели себя так, чтобы была видна серьезная подготовка. И вооружение, помимо советского и китайского, американское и израильское. С наступлением темноты командир группы принимает решение заминировать подходы к своим позициям. Вооружившись приборами ночного видения и тепловизионной аппаратурой, саперы под прикрытием снайперов выдвинулись на 500 метров от переднего края, в сторону врага. Заграждение из противотанковых и противопехотных мин подгруппа капитана Вячеслава установила в управляемом варианте. И оказалось не зря. Чуть рассвело, атаки боевиков продолжились. Пошла вторая, третья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Вооруженные противотанковыми комплексами Авиация ВКС России Во время которых были ликвидированы Субтитры создавал DimaTorzok Данный эпизод Основными задачами Стояние на подступах У террористов не было возможности Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok react saying stay humble and positive guys if you want to connect my social media account is in here if you want to connect my second channel is in the description box below thank you so much forget and спасибо to our russian friends have a good day everyone bye bye my buhay po tayong lahat god bless po and see you in my next video reaction